здравствуйте вы на канале мелодия бисера и сегодня мы с вами будем делать вот такого замечательного милого бычка наступающий год у нас будет год белого быка мы решили сделать вот такого вот милаху у нас уже есть на канале один бычок он у нас парень серьезный а этот вот такой вот очень милый хорошенький маленький бычок хвостик у него подвижный можно его согнуть как вам нужно здесь у него шарфик вы конечно можете сделать что-то другое например какие-нибудь подвесочки либо какой-то колокольчик ему повесить в общем это уже зависит от вашей фантазии вот такой вот он получился все материалы и инструменты которые сегодня вы увидите наши мастер-классе вы можете приобрести на сайте мелодия бисера точка ру все ссылочки будут в описании также вы можете найти данный мастер-класс на нашем сайте в разделе мастер-классы и мы будем собирать еще наборчики вся эта информация тоже будет под видео для нашего мастер-класса нам понадобится черная кожа это у нас будет изнанка изделие далее фетр это у нас основа нашего изделия вот такая вот булавочка брошка далее мы будем использовать синель синель у меня французская красная для шарфика черная белая для самого бычка также нам понадобится плотная бумага либо картон для того чтобы уплотнять конструкцию нашу также нам понадобятся еще ниточки разные красные белые черные и розовые для мордочки можно использовать просто муленные можно использовать обычные ниточки еще нам понадобится небольшое количество проволочки это у нас для хвостика буквально там сантиметров может быть 50 может еще меньше также нам понадобится еще канитель жесткая понадобится бисер черный и вот такой у меня прозрачный с полоской белой внутри он нам понадобится для обшивки изделия и также будем добавлять для заполнения также еще понадобятся бусинки у меня это жемчуг белый разных размеров и черные бусинки fire polish можно использовать любые другие они нам понадобятся тоже для заполнения также еще инструменты клей момент кристалл лучше использовать чтоб видно не было и мононить с иголочкой иголочка у меня 11 мононить у меня 0 12 миллиметров и конечно же нам понадобится наш шаблончик будем мы делать вот такую вот милую коровку бычка серьезный парень у нас уже был поэтому мы с вами будем делать вот такого молодого симпатичного бычка для начала мы с вами должны перенести наш шаблон на фетр лучше всего взять из основного шаблона вырезать еще один вот такой вот шаблончик и потом уже его переносить на фетр так будет проще лучше и потом можно будет вырезать детальки как например мордочка глазки и уже обводить спокойно на фетре давайте с вами перенесем переносить будем с помощью такого вот замечательного маркера очень удобного переносим просто обводим наш шаблончик маркером перевели теперь можно вырезать мелкие детали чтобы нам сделать заполнение внутренние мордочку и глазки и так вырезали мы мордочку с глазками теперь обводим их вот так вот и дорисовываем мордочку дополняем деталями чтобы был у нас похож на нашего бычка после того как мы с вами перенесли полностью наше изображение уже знаем где у нас будет находиться мордочка где глазки где у нас ножки с вами нам нужно с вами определиться какие части у нас будут выпуклыми так как мы с вами используем синель она хоть и тоненькая но все равно она будет придавать небольшой объем нашему пучку и у нас с вами глазки утопнут мордочка тоже будет не совсем видна поэтому предлагаю вырезать эти детали мы с вами уже вырезали для того чтобы переносить мордочку с глазками теперь нам нужно из фетра вырезать эти детальки и далее будем пришивать с вами уже мордочку с глазками также можно еще выделить рожки чтобы они у нас были более выпуклыми ну что вырезали мы глазки глазки у нас будут состоять из одной детальки вот такой вот мордочка будет состоять из двух одна деталька поменьше мы ее сначала пришивать будем или даже можно просто приклеить ее и далее у нас будет идти вот такая деталька побольше ее будем пришивать сверху я буду запяливать фетр в пяльце если у вас например вы вырезали изображение можете работать с ним кому так удобно можно вырезать небольшой кусочек фетра пришить его к ткани либо к фатину например и запялить уже в пяльце так будет удобней работать после того как мы вырезали все детали можно их пришивать для удобства можете сначала склеить деталь а затем уже пришивать но я думаю что особо это не не обязательно поэтому будем пришивать так пришиваем мы аккуратненько стежочки у нас должны быть рядышком чтобы у нас не оставалось большого пространства между ними и иголочку нужно проводить очень близко к краю чтобы у нас особо не было видно такой ступеньки большой когда будем с вами обшивать то все наши огрехи все они вылезут будет все видно поэтому потихонечку очень близко к краешку вот так вот пришиваем нашу деталь вот так вот то же самое проделываем со вторым классиком и мордочкой и так пришили глазки теперь приступаем к мордочке нижнюю часть можно либо приклеить либо просто оставить ее хотя можно сделать один буквально или два стежка посерединке вот так решите вот так ну буквально один думаю хватит и далее мы закрываем другой частью и вот так вот начинаем потихонечку аккуратненько пришивать и близко к краешку вот так вот полностью пришиваем мордочку точно так же как мы с вами сейчас пришили глазик аккуратненько и так наша мордочка готова теперь тоже самое проделываем с рожками сначала вот такой небольшой маленький а а затем слой а затем уже второй слой у нас полностью будет перекрывать его таким образом у нас получится объемчик ну что рожки тоже сделали объем рожкам теперь у нас выделенные части можете посмотреть сбоку это рожки объемные мордочка и глазки теперь будем с вами делать окантовочку канителью для начала нам нужно ее растянуть как обычно совсем немножко растягиваем чтобы буквально у нас раскрылись пазы чуть-чуть мы ее вот так вот чуть-чуть тянем и у нас получается открывается открывается потихонечку пружинка это и у нас будет место для того чтобы пришивать ниточкой начинать мы будем наверное с головы давайте начнем а потом уже будем тела я начну вот с шеи наверное мне будет так удобней с вами потихонечку будем пришивать и придавать где-то изогнутости где-то просто углы можете помогать себе пальчиками ручками где будут углы будем тоже с вами загибать так начинаем пришивать аккуратненько у нас иголочка должна проходить рядышком с канителью а направление должно быть таким как направление у нас пружинки чтобы не было видно лески хоть она у нас и бесцветная все равно если она будет наружу это будет не очень красиво поэтому мы должны попадать в пазы которые мы с вами сделали и вот таким вот образом постепенно аккуратно мы с вами пришиваем канитель где у нас идут загибы прогибы какие-то плавные линии мы все это делаем канителью помогаем руками придаем форму чтобы у нас все было это красиво и аккуратненько ну вот начали пришивать и дошли мы до момента где у нас будет начинаться ухо и видим что у нас здесь должен быть уголочек значит мы берем пальчиком прижимаем в этой области где у нас должен быть уголочек берем и делаем вот такими движениями уголочек вот так у нас получился пришиваем дальше смотрим у нас нужно немножко прогнуть чтобы у нас канитель прогнулась как ушко делаем прогиб далее здесь нам нужно чтобы было остренько зажимаем делаем вот так если нам этого хватает остроты ушка то оставляем так если нет то берем наши плоскогубцы и немножечко прижимаем совсем чуть-чуть только чтобы сузить вот так и там где у нас разошлись пазы пружинка наша сильно разошлась чуть-чуть прижимаем вот буквально чуть-чуть и вы уже увидите какой аккуратненький уголочек у нас получился и далее начинаем пришивать вот так вот у нас получилось ушко вот таким образом обходим все уголки ну вот я решила обойти пока рожки рожки думаю легче будет потом сделать из канители а пока будем обшивать голову так далее теперь у нас опять здесь ушко мы точно так же берем и аккуратненько вот таким вот образом делаем уголочек один далее у нас ушко почти уже стерлось не видно его но в принципе я знаю где границы ушко должны быть еще делаем один вот и здесь мы аккуратненько сдвинем пазы чтобы было красиво красивый уголочек и далее идем уже будем пришивать и потом еще раз таким же образом загнем нашу канитель и так мы завершили обшивать голову и теперь у нас здесь получается кусочек и чтобы красиво было мы скорее всего с вами загнем чтобы не прерываться и смотрите мы здесь загнули сделали уголочек и аккуратненько подставляем вот так вот и таким образом пришиваем и у нас практически продолжение канителя получается и совсем не видно что там есть какой-то стык и дальше будем с вами уже обшивать ножку мы сделали обшили голову повернули здесь и обшили эту ножку теперь мы будем обшивать вот эту ножку затем эту ножку и потом уже у нас последняя ножка будет обшиваться и далее можно будет уже переходить на рожки ну что вот и наш бычок уже у нас видно его очертания осталось только рожки сделать как мы делаем сначала мы измеряем сколько примерно нам понадобится на обшивку рожек затем берем складываем пополам и для того чтобы у нас был красивый уголочек мы немножечко вот так вот зажимаем плоскогубцами и чуть-чуть придаем форму вот так все один рожек у нас готов отрезаем делаем точно так же второй и пришиваем ну что вот готов наш бычок сейчас мы приступаем к вышивке рожек начнем с них и далее уже пойдем берем нитку все у меня белое будут рожки у нас белые по цвету и так сначала мы будем по вертикали вышивать буквально немножечко чтобы прикрыть фетр рядышком друг с другом прокладываем теперь начинаем зашивать горизонтально кладем стежки один рядом с другим прям очень рядом с краем делаем чтобы у нас стежки ложились ровненько и рядышком друг с другом вот так вот и зашиваем полностью до вершины до вершины вот так вот получается рожек вот посмотрите он у нас выпуклый имеет объем и вот такой вот он получается очень даже глянцевый хотя ниточки обычные микрон, гамма можно мулине взять без разницы и теперь переходим на второй рожек смотрите как я перехожу чтобы не отрывать ниточку я перехожу здесь делаю несколько стежочков все равно здесь у нас будет все зашито перехожу ко второму второй рог мы делаем точно так же сначала мы идем вышиваем по вертикали а затем уже будем зашивать по горизонтали точно так же аккуратненько стежочек рядышком должен быть но вертикальные можно сильно так и не стараться потому что их особо видно не будет вот а горизонтальные конечно же нужно чтобы был стежочек стежочку чтобы у нас было все красиво и идеально вот так мы сделали второй еще пару стежочков сделаем и можно обшивать горизонтально это делали рожки теперь переходим на глазки глазки мы тоже будем делать белыми и далее у нас будет зрачок черный точно так же мы делаем с глазками мы сначала проходим все вертикально а затем уже будем вышивать горизонтально и так сделали глазки белым теперь нужно нам сделать зрачок черным будем мы это делать с помощью черной ниточки и вот так вот потихоньку аккуратненько будем проводить вертикальные линии вот так и аккуратненько нам нужно зашить все пробелы здесь и мы еще будем делать окантовку глазу делали зрачок теперь нам нужно сделать окантовку глаза аккуратненько вышиваем нам нужно пройтись иголочкой попасть между ниточкой то есть раздвинуть волокна нити чтобы у нас получилось ровная красивая линия и так аккуратненько протыкаем прямо в том месте где у нас проходит ниточка раздвигаем волокна и делаем стежок вот так далее то же самое аккуратненько раздвигаем волокна делаем делаем небольшой стежок чтобы у нас был плавный поворот то же самое вот так сделали один глазик и переходим к другому здесь мы можем добавить белую ниточку чтобы показать что у нас глазик блестит ну вот наши глазки готовы теперь вышиваем ротик язычок у него здесь сначала сделаем окантовочку где он у нас будет находиться вот так вот так и теперь вышиваем здесь уже можно как хотите вышивать в принципе ну вот уже у нас смотрите какой милашка получается так итак теперь мы делаем вышиваем ушки ушки тоже мы можем наметить где у нас будет проходить ниточка вот здесь будет ушка и обшиваем теперь аккуратненько наше ушко теперь нам осталось вышить мордочку вышивать мы ее будем тоже розовеньким таким же как и ушки мулине нам нужно вышить мордочку придавая ей немного объема как мы это будем делать мы будем добиваться это наклоном стежков вот где у нас более выпуклые части вот мы будем вышивать вот так и далее пойдем уже подниматься наверх тем самым у нас будет придаваться такой объем так потихоньку нам нужно вышить полностью ее мордочку ну что ж основное направление у нас задано значит с краев мы потихонечку потихонечку стягиваем в центр и вот небольшими такими стежочками уже у нас получается какое-то направление самое главное чтобы с краев мы именно делали так закругляли чтобы у нас как бы стягивалась ниточка к мордочке к центру за счет этого мы создадим такой вот объем и потихоньку ниточка к ниточке аккуратненько один стежок например длиннее другой стежок короче и так постепенно постепенно и мы заполним нашу мордочку будьте аккуратны потому что у нас объем становится все больше и больше притыкать иголочкой труднее поэтому ручки свои бережем аккуратно вот так стежочек за стежочком ну вот смотрите потихоньку потихоньку мы уже вышиваем нашу мордочку осталось совсем немножко придаем также объем со всех сторон аккуратно потихоньку стежочек стежочку и как видите уже с этой стороны у нас практически мордочка наша готова и вот посмотрите видите как он уже нам улыбается ну что вот наша мордочка получилась и теперь нам нужно сделать ноздри обозначить как мы делаем просто черной ниточкой обозначаем вот примерно здесь вот так вот и рядышком протыкаем иголочкой и прям в эту же все вытянули ниточку готово теперь можно приступать к заполнению тела и головы будем мы это делать синелью синель белая и черная давайте вспомним рисуночек значит у нас ножки белые копытца у нас будут черные далее ножка тоже белая и вот у нас тут три пятнышка и одно будет на голове половинку черное ушко будет половинка белое ушко вот так вот и давайте начнем пришивать начнем с левой ножки пришивать синель я буду мононитью чтобы не было видно сначала мы пришиваем этот хвостик который у нас отрезанный а затем уже мы можем приступать к заворачиванию я думаю что можно сделать вот так либо пойти таким способом как бы заворачиваем в спиральку и пришиваем нашу синель пришиваем небольшими аккуратными стежками чтобы у нас не было видно нитки и в то же время чтобы синель наша была надежно закреплена и нам нужно будет спрятать хвостик мы его согнем и вот спрячем серединку вот так у нас будет копытце одно здесь мы сделаем то же самое и наверное на передних тоже пришили теперь следующую ножку копытце делаем точно так же пришиваем сначала кончик заворачиваем затем заворачиваем спиралькой вот так и пришиваем далее пришиваем следующие копытца синель можно перед этим подготовить например кончик можно немножко ободрать снизу и например клеем пва смочить или чем-нибудь таким чтобы в дальнейшем он не сыпался осталось еще одно копытце чтобы у нас синель не пушилась можно ободрать кончик синели сначала пришить его и точно так же поступить с концом можно еще в пва например обмакнуть чтобы закрепить и так пришиваем еще одно копытце и укладываем спираль спираль прячем кончик вот так и заворачиваем все это пришиваем она уляжется и наше копытце готово пришили далее берем белую синель точно так же оголяем хвостик его пришиваем аккуратненько и далее уже начинаем пришивать синель заполняя пространство ножки вот так и также не забываем оставлять пространство где мы с вами нарисовали пятнышки у нас должно быть три пятнышка на теле и одно пятнышко на голове поэтому мы их аккуратненько обходим и там будем пришивать черную синель точно таким же способом так вот потихоньку мы должны обшить всего бычка идем вот так вот змейкой аккуратненько пришиваем синель моно нить совершенно не видно поэтому можно не переживать что там где-то будет стежок ее абсолютно не видно вот так такая пушистая у нас получается ножка ну что смотрите какой пушистик получается очень классно вот вот здесь я оставила для черной синели здесь у нас будет белая синель кусочек и вот я ножку правую начала точно так же кончик пришила сначала здесь пришила и теперь можно идти вот так вот змейкой потихонечку закрывая все некрасивые места пришиваем вот видите мы закрыли и у нас даже не видно где у нас было начало то есть мы кончик этот прикрыли сверху еще синелью и вот пожалуйста ничего не видно далее поворачиваем пришиваем не забываем оставлять пятнышко у нас здесь черненькая вот так поворачиваем еще то есть мы идем змейкой пришиваем и вот где я на поворотике когда поворачиваете этот поворот тоже пришиваете чтобы он куда не делся вот так далее здесь и у нас туловище практически готово посмотрите какой пушистик получился и так дальше продолжаем так же делать здесь у нас на голове будет половинка черная половинка белая так же как и на нашем шаблоне нам нужно будет нарисовать эту сторону пятнышко и точно так же пришить синель и так вот эта вот область у нас будет черная начну я с нее наверное так скорее всего еще даже сушка начну и так сначала кончик пришиваем а затем уже идем дальше сначала пришиваем кончик так и далее пойдем здесь мы будем идти в одну полоску на ушки на ушки аккуратненько пришиваем вот так далее здесь будет белый и с этой стороны белая синель точно так же пришиваю сначала кончик прячу его хорошенько а теперь можно змейкой пойти сначала я вот здесь вот пришью уголочек уголочек поворачиваем закрываем все что нам тут не нравится вот так вот этот кончик можно обрезать он нам не нужен все все и здесь получается достаточно будет наверное одной полосочки и точно так же делаем с этой стороны и так наш бычок почти готов мы уже обшили его синелью полностью заполнили и я решила выделить еще мордочку и глазки обшив их синелью думаю что так будет выразительнее смотреться наш бычок и давайте теперь немножко его украсим я хочу добавить несколько бусинок буквально на грудку буквально немножко и так же добавить еще бисера вот примерно так чтобы наша грудь немножечко выпирала вперед и казалось более объемной итак начинаем пришивать сначала пришьем самую большой самую большую бусинку вот примерно здесь и так проходим несколько раз чтобы полностью зафиксировать нашу бусинку вот так вот и добавим например вот таких вот бусинок и например в некоторых местах добавить немножко бисера буквально небольшое количество для того чтобы немножечко добавить блеска приукрасить кое-где и так же буквально совсем чуть-чуть добавить в черную синель например одну-две бисеринки и например бусинку и например добавим куда-нибудь сюда бусинку так разбросаем кое-где бусинки с бисером и куда-нибудь еще добавим немножко бисера приукрасим можно еще на голову тоже в некоторые места добавить бусинок и так вот такой вот бычок получается пришили все бусинки которые нам надо нам осталось сделать хвостик и вот такой вот хвостик нам нужно сделать очень простой можно сделать его черным но мне кажется белый будет смотреться лучше и будет также помогать рожкам сочетаться хорошо будет потом наверное чуть-чуть покороче но сейчас мы его с вами сделаем а потом будем пришивать когда уже вырежем нашу брошку нам понадобится проволочка примерно 30 сантиметров лучше берите пожестче например 0,4 далее мы просто берем и вот так вот скручиваем нашу проволоку но стараемся чтобы грудка была более-менее красивая вот итак скрутили ну примерно какой у нас хвостик будет вот здесь мы будем пришивать здесь хвостик и тут будет у нас кисточка отрезаем далее нам понадобится черная нитка отматываем берем наш палец и вот так наматываем 15 раз вот так отрезаем лишнее и вот здесь разрезаем вот так теперь нам нужно здесь связать итак связываем по серединке берем нашу проволочку берем плоскогубцы и вот так вот загибаем делаем такой крючок сюда вставляем нашу ниточку вот так и просто зажимаем теперь она будет держаться берем берем белую нитку и вот таким образом начинаем закручивать вот так закручиваем обрезаем так как нам нужно нужный длинный хвостик и у нас получается вот такой вот хвостик можно его обмотать черной ниткой можно белой как вам удобно и еще я хотела сделать одну детальку это будет шарфик из красной синели берем 3 небольших кусочка примерно сантиметров по 10 делаем косичку смотрим сколько нам нужно прикладываем к нашему бычку и вот такой вот будет шарфик эти концы будем прятать за изнанку здесь вот так вот будем пришивать и вот примерно вот досюда наверное и хватит шарфик длина и так сделали мы косичку кончики мы убираем где у нас синель находится оставляем ниточки на которых она держится и эти ниточки мы связываем между собой и узелочки для того чтобы наш шарфик не распустился сначала так например потом уже возьмем две ниточки ниточки вот так теперь отрезаем лишнее отрезали и теперь можно зашить зашить наш кончик чтобы он не болтался не распускался и чтобы было красиво как раз у нас есть красные ниточки и мы вот так вот аккуратненько зашьем эту часть и теперь можно с этой стороны стороны мы не пришиваем мы ее будем скорее всего загибать под изнаночку вместе с изнаночкой как раз будет а здесь мы укладываем вот так и вот этот вот у нас будет свисать вот эта часть вот так вот новогодний бычок а здесь мы пришьем и наверное с помощью бисера попробуем сейчас посмотрим как будет смотреться вот 4 бисеринки и вот так вот цепляем а эта часть у нас будет просто вот так вот свисать все закрепляем еще несколько раз в этой части и все почти что наш бычок готов теперь аккуратненько вырезаем нашего бычка сначала мы можем вот так вырезать а потом более аккуратно осторожно потому что если вы отрежете нечаянно ниточку какую-нибудь то у нас может вообще изделие полностью распуститься вот так и теперь аккуратненько аккуратненько близко краю но не до такой степени чтобы у нас не распустились нечаянно ниточки аккуратно вырезали нашего бычка здесь нам нужно пришить шарфик и нам нужно пришить хвостик все это пришиваем мононитью после того как мы пришили хвостик и пришили шарфик теперь вырезаем из наш шаблон из картона фетра и кожи сначала мы будем наклеивать картон затем у нас будет идти фетр и после фетра будет идти кожа все между собой мы их склеиваем клеем кристалл и так же нам еще нужно сделать отверстие и просунуть основу для броши сначала нужно сделать в фетре затем в коже соединить их и все склеиваем ну что сделали шаблоны приклеили из картона теперь в фетре и коже сделала отверстие для нашей основы для броши теперь нам нужно ее продеть сюда вот вот можно здесь смазать клеем и так же поступить с кожей и так проделим мы кожу фетр промазали все клеем и теперь приклеиваем к нашей основе ничего страшного если лишняя кожа ее всегда можно отрезать поэтому без проблем оставляем на несколько минут чтобы клей схватился все приклеилось хорошенько высохла и можно будет уже обшивать нашу брошь бисером так мы все приклеили обрезали и теперь будем обшивать нашу брошку будем делать это бисером белым набираем первую бисерину сначала прокалываем первый слой затем набираем бисерину далее прокалываем все слои аккуратно протыкаем затягиваем затягиваем и проходим снизу в нашу бисерину затягиваем следующую нанизываем бисерину протыкаем все слои снизу проходим поддеваем нашу бисерину и затягиваем бисерину следующую нанизываем протыкаем все слои вот делали мы нашего бычка обшили полностью вот такой вот он у нас получился так выглядит он спереди сбоку и сзади есть будьте аккуратны пальцы берегите потому что у нас там был картон фитер это все слои очень трудно проходить здесь иголочкой лучше конечно вырезать шаблончик поменьше для того чтобы оставлять пространство небольшое, буквально в миллиметр чтобы было легче проходить иголочкой там где было мне трудно проходить иголочкой я сначала протыкала более толстой иглой а затем проходила уже более тоненькой вот такой милашка у нас получился вместо шарфика можно ему сделать подвесочку, колокольчик что угодно надеемся, что видео вам понравилось ставьте лайки, комментируйте обязательно подписывайтесь на наш канал у нас много интересных видео выходит подписывайтесь на нас в инстаграм, вконтакте одноклассниках у нас очень много розыгрышей проходит вконтакте также обязательно регистрируйтесь на нашем сайте там тоже у нас розыгрыши есть на скидочки в общем у нас очень интересны товаров очень много заходите всех с наступающим Новым Годом желаем вам творческих успехов вдохновения неиссякаемого и надеемся, что этот год будет лучше предыдущего Продолжение следует...